Всем здравствуйте! Вы смотрите КХЛ ТВ. Это красно-синий лед. Первая программа об армейском хоккее. В сегодняшнем выпуске вы увидите. В Сочи, Пальмы, море ЦСКА приехал на курорт. Прогулка по Невскому. Максим Мамин и его интервью в нашей программе. И армейская классика. Дерби в северной столице. Матчем с Витисем ЦСКА завершал домашнюю серию. О том, как сложилась эта непростая игра, смотрите далее. Сочи, Пальмы, море ЦСКА. Синего льда. Про непростой график. Армейцы в начале матча чаще удалялись и не могли как следует осадить ворота Харри Сятери. Хорошая игра. Они двигались хорошо, в принципе. Быстрые ребята, молодая команда. Хорошо играли. Они бегали. Достаточно прилично и накрывали нас. Но Витязю это не очень помогло. Гости сложных задач перед обороной ЦСКА не ставили. А когда дело все-таки доходило до прямых угроз, то выручал Кевин Лаланд. Канадец с белорусским паспортом отразил все 16 бросков по своим воротам и оформил второй сухарь в сезоне. Когда кто-то в команде недоволен своей ролью, то это всегда плохо влияет на остальных. Но у нас таких парней просто нет. Все важные являются важной частью команды. Кто-то забивает голы, кто-то в меньшинстве ложится под шайбы. А все вместе мы даем положительный результат. А по такой игре хоккеисты просто не имеют права подвести своего вратаря. В конце второго периода армейцы захватывают преимущество, все больше времени проводят в зоне соперника и логично открывают счет. Григоренко поймал отскок после броска Радулова перед пустым углом ворот Сятери. 1-0. Мы просто готовимся от игры к игре. В принципе, не смотрим, когда будет кто-то против нас. Мы просто приходим на поигровой день и готовимся к игре и все. ЦСКА не сыграл ярко, но свел шестой за 12 дней матч к минимальной победе. И на короткий выезд по маршруту Сочи-Санкт-Петербург отправился с приятными цифрами. 12 побед подряд, 6 сухарей в 16 матчах сезона. Олимпийские игры, Формула-1 и с недавних пор большой хоккей. Выезд ЦСКА начинал в Сочи. Игра на Черноморском побережье состоялась через 4 дня на пятой после встречи ХК Сочи и ЦСКА в Москве. Олимпийский город Краснодарского края успел между этими матчами принять российский этап Гран-при Формулы-1. Так что матч в Большом Ледовом дворце стал переходом для жителей Большого Сочи от скоростей болидов на баталии с клюшкой и шайбой. Матч получился очень похожим на московскую игру и по счету и по ходу встречи. Два гола Александра Радулова вывели армейцев вперед. Южане в середине второго периода смогли одну шайбу отыграть. Самым ярким получился третий отрезок встречи. Никита Зайцев, Игорь Волков, булит Яна Муршика, ну и Игорь Григоренко сделали преимущество ЦСКА 1-6. Это был уже форменный разгром. На то, чтобы что-то изменить у подопечных Вячеслава Буцаева, попросту не было времени. Хотя Олег Сопрыкин успел сделать счет ровно таким же, каким он был и по окончании матча в Москве. Получилось, ЦСКА выиграл у сочинских Леопардов два сета по 6-2, если брать теннисные характеристики. 13 побед подряд, 16 в сезоне, на горизонте маячил самый ожидаемый матч регулярного чемпионата октября в Санкт-Петербурге против СКА. Светлая голова и быстрые руки так чаще всего его характеризуют. Максим Мамин прогулялся по Невскому в сопровождении съемочной группы программы «Красный Синелет». Еще в прошлом году Максим Мамин был ведущим игроком молодежной команды ЦСКА «Красной армии», дошедшей до финала Кубка Харламова. В текущем сезоне молодой нападающий стабильно получает игровое время в четвертом звене главной команды, в среднем около 6 минут за матч. У нас в молодежке была немного другая тактика, в каких ситуациях по-разному играешь, все это надо было запомнить. Ну и вообще как бы принятие решений, здесь надо намного быстрее принимать решения. Очень требовательный тренер, жесткий, когда он может и накричать и все, но и подбодрить в то же время. Мне очень нравится с ним работать. Поддался переход довольно-таки тяжело, первые игры было тяжело вкатиться, но сейчас как бы уверенность приходит, с каждой игрой я чувствую все больше и больше уверенности. Но пока не удается забить, но через работу, думаю, получится. Свой пока что единственный балл за результативность в Кахарел Мамин, по иронии судьбы, заработал в единственном проигранном армейцами матче. Случилось это в Минске. Наизусть помню его. Ну из угла получилось, что вылез, набросил на ворот и его у Жаркова здорово там шайбу добил. Впрочем, стоит только заговорить о Санкт-Петербурге. Как понимаешь, что тема матча между армейскими коллективами Москвы и Питера является основной не только для болельщиков, но и для хоккеистов. Этот матч вообще все ждут, мне кажется, вообще вся Россия. И у нас в команде тоже будет за пределем настроена эту игру, поэтому как бы все ждут с нетерпением. Мы видели, что они много забивают, но и в обороне есть определенные проблемы. Мы будем играть в свою систему, ничего не будем менять. Без разницы, с кем играть. Это КХЛ, первая команда здесь. Сколько тебе дают времени, не важно, с кем ты играешь, я буду ходить и делать все, что от меня зависит. Дворец Ледовый, северная столица, город на Неве и встреча двух лидеров. СКА против ЦСКА. Подробности в следующем сюжете. Согласно новым правилам, тренерский штаб не допускает на раскатку в день матча даже нашу съемочную группу. Но благодаря раннему приезду команды из Сочи, у нас получилось попасть на тренировку армейцев за день до игры со СКА. Обращаю внимание, прежде всего, на свою игру, на действия своей команды. Это самое основное, то, что мы прививаем своим ребятам, то, что мы от них требуем. И надеемся, что они тоже это адекватно воспримут и будут выполнять. Мы знаем, что готовы. Готовы играть в свой хоккей. Если каждый из парней завтра выложится и покажет свои лучшие качества, то у нас будет шанс на победу. Мы в курсе, какие мастера собраны в составе соперника, но и у нас отличная команда. В такой игре каждая мелочь может сыграть важную роль. Я очень жду матча. Это первая игра в сезоне против СКА. Трибуны будут переполнены, а в такой атмосфере все показывают свой лучший хоккей. Ян Муршик не случайно вспомнил про болельщиков. В прошлом сезоне СКА стал самым посещаемым клубом КХЛ. А в этом году на хоккей в Санкт-Петербурге стабильно приходят не менее 11 тысяч человек. В переполненном ледовом, как рыба в воде, чувствовал себя Александр Радулов, для которого нет лучшей обстановки, чем всеобщая ненависть. В первом периоде капитан ЦСКА схватил 10-минутный штраф. Спустя 50 секунд после возвращения на площадку, Радулов отличился сам. Еще через минуту ассистировал Денису Денисову. 3-1 в пользу ЦСКА. До матча армейцы уделяли внимание игре в неравных составах. Но, наверное, существуют такие вещи, к которым нельзя подготовиться. И бросок Ильи Ковальчука из их числа. Из трех удалений капитан ЦСКА с товарищи реализует два и восстанавливает равенство еще во втором периоде. Мы прекрасно понимали, что это мастеровитая команда с хорошим подбором игроков, с хорошим тренерским составом. В принципе, готовились к ним, но немножко, наверное, в меньшинстве нам не удалось сдержать. Ничем не удивили, в принципе, мы ждали, что у них будет сильное большинство сегодня. Так получилось, несколько две в большинстве забили. Три. Три, да. Ну вот, будем работать, чтобы в следующий раз как бы всем играть в Москве, уже в меньшинстве лучше играть. ЦСКА к этому моменту уже полчаса играл без получившего травму Яна Муршика. Без Словенца резко упала продуктивность и игровое время Артюхина и Прохоркина. Фактически ЦСКА потерял целое звено. Мы же не могли это предугадывать, предсказывать, что это случилось. Тем более в первом периоде нам оставалось играть дальше. Что это поделать? Ничего не поделаешь. В третьем периоде ЦСКА продолжает давить и добивается своего. Артемий Панарин вываливается один на один и не оставляет шансов Галимову. Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции с трудом подбирает слова. Это либо эмоции, либо полное их отсутствие. На выезде его команда вела 3-1 и уступила 3-4. Знаете, ну, мне кажется, была хорошая игра, динамичная. Я, знаете, сегодня поблагодарю наших молодых хоккеистов, молодых, которые сегодня очень неплохо играли. Ну, как бы, да, сегодня у меня было много игрового времени. Немножко тяжело уже было в третьем периоде, но так в целом, как бы, я рад, что столько сегодня сыграл. Сегодня мы получили отличный опыт в этом матче, как бы, ну, и дальше будет уже проще играть с сильными соперниками. ЦСКА не удалось выиграть в 14-й раз подряд, но этот матч против СКА всего лишь первый из четырех в регулярке. И уже ко второму те же Мамины Науменков подойдут с опытом игры в переполненном ледовом. Одна серия оборвалась, дав начало другой. Все самое интересное для ЦСКА сезона 2014-2015 только начинается. Равный матч, хороший матч был, просто не получилось, удач не забили. Мы немножко где-то в меньшинстве, может быть, неправильно сыграли. Хороший соперник, мастеровитый, достаточно хороших, исполнителей много. То есть, хороший матч, нам надо готовиться к таким, именно к таким соперникам. Это был очередной выпуск программы «Красно-синий лед». Включить КХЛТВ в субботу – это обязательный пункт вашей программы на выходные. Больше информации об армейском клубе на нашем официальном сайте и в аккаунтах в социальных сетях. Болейте за ЦСКА.